привет ребят привет мои хорошие только только с пробежки но это не главное с праздником мужики с 23 февраля мирного неба здоровья счастья счастья вашим семьям ну все как положено кто что хочет пусть то избудется а сейчас а сейчас самое животрепещущее а сейчас самое главное на фоне моих пробежек на фоне моих диет попробуем узнать мой вес ну проверить если если я пожирел это будет печалька вся моя диета на смарку и можно будет принципе наверное все это дело бросать но смысла не вижу но выше ребят учитывайте то что я в костюме в трусах носках в общем охренеть ну 108 179 и 9 было 186 получается 600 грамм что ли сейчас я хотя бы сниму кофту в костюм страшно тяжелый костюм надо снять шапка так будет честнее вот это костюм вот так вот так будет по-честному и мне как бы больше нравится и по моему могу ошибаться но точно не в этом костюме взвешивался скорее всего как всегда вот так труселяк 164 ну грубо ряд 2 200 я красавчик ожидал конечно несколько больше результат думал килограмма 3-4 но 2 2 200 ну наверно пойдет ребят до лучших времен теперь-то можно позавтракать ну слегонца чайок творога сегодня нет на на маленький 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 с тоненьким хлебом бутер съем и на этом ну завтра как бы все вообще но диету надо как-то переправдумать потому что творог только замороженный предварительно размораживать это какой-то целый геморрой ну что-то придумал главное что прогресс есть значит я на верном пути ира мне не верила ты гляди что у меня что-то получится у меня всегда все получается уперты я же говорил я всегда добиваюсь намеченных целей пускай не сразу пускай тяжело пускай долго но цели я своей добиваюсь всегда подтверждает даже вот мой ребят маленький бутерброд ну понятно что он мог бы быть на всю окружность хлеба тут только половинка и несмотря на то что он не сильно похож на диетический бутерброд это сальное питание меня очень и очень сильно помогает результат налицо я просто ем не помного но то сало которое показывал ранее но кто помнит она уже закончилась вот как можно спокойно поесть ребят если давал жора и сальца давал и хлебушек давал то есть то есть как вы понимаете ребят весь бутерброд не в организме попадет надо делиться с вот этим батишкой иначе не отстанет даджо уж так так ребят завтрак удался и теперь шедевральное событие в моем понимании случится я думаю уже пора открывать воду на улице потому что холода вроде как прошли навсегда и совсем и теперь будет птицу скотину поить гораздо проще удобней можно наконец-то будет подключить керхер скажем помыть двор машину и все такое то есть жизнь закипит несколько ином русле не так это просто делается но сейчас я попробую вон он вон он кран и как видите он упирается в трубу блин чтоб его открыть ну крану так поворачиваешь и труба в сторону отходит клац-клац ну короче лишь бы не отломилась ребят увидите что нибудь не увидите ну вообще не крутится сейчас ребят убрал все с под раковины тогда рука как бы более вольготно туда просочилась и кран открылся сейчас посмотрим пошла ли вода и вообще не не разместся ли кран который возможно придется менять так кажись все хорошо ребят хорошо ну так не очень но принципе протекает только при открытом кране это не сильно в дальнейшем конечно это все надо поменять ну как закрытом то держит пока пойдет наконец-то животные попьют свежую воду только что из крана не теплой специальным теплую точил чтоб ну дольше не замерзала а сейчас непосредственно живая вода Дарла ну разбегайтесь разбегайтесь паиньки и девчонки кто вы тут давайте глушите ребята вот 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 Ребята, ребят, решил раз У нас уж появилась вода, надо помыть двор. Не хочу подметать. Керхером, во всяком случае, у меня получается гораздо лучше, проще, качественней. Поэтому будем, ну какой-никакой, но наводить порядок. Ну что, ребят, не знаю, помните вы или не помните, что было до, сейчас покажу, что получилось после и перемещусь во двор. То есть вот так вот пооставалось, конечно, вот эту траву надо бы удалить. Но сейчас быстро мы, резко, не очень качественно, но визуализацию сделаем более высокого уровня. Сейчас то же самое, проходимся по двору и показываем конечный результат. Думаю, будет гораздо лучше. Опять же, сейчас покажу. Вот это примерно было до во дворе, вот это примерно будет до после. Короче, не будем заглубляться, не будем останавливаться на этом моменте, просто покажем результат, который у нас получится. Ну что, ребят, миссия желаемая мною окончена. Не знаю, насколько прекрасно, лучше это получилось, но, на мой взгляд, визуально стало гораздо чище. Понятно, цемент расщербленный, вот этот полопанный, но, когда смыт мусор, кажется, что все гораздо веселее. Не знаю, смотрите сами, конечно, ребят, но помыл даже порог, вот тот закаток возле порога. То есть, в принципе, вымыл весь двор, ну и прилежащую территорию там, на улице. Кстати, кстати, ребят, хотел бы заострить внимание, мне писали, что я сдал такой классный столик, из него можно было бы что-то сделать, его можно было бы куда-то поставить, но, сразу оговорюсь, что, ну, даже на эти деньги, наверное, я купил бы металл и сделал бы именно то, что необходимо, и именно из того материала, который был бы удобен для данного изделия. Вот это все, ну, это просто хлам, он стоит уже много лет, и, скорее всего, еще стоял бы столько же. Поэтому, вот такие комментарии меня сподвигли на то, чтобы сдать еще и вот этот столик. Он, конечно, не настолько тяжел, но сразу я его думал, ну, как бы вот так серединку вырезать, сдвинуть, сделать поуже и сделать самый обыкновенный стол. Но, почитав такие комментарии, ну, поразмыслив, что ли, над этой тематикой еще раз и еще раз, я понял, что вот этот столик тоже должен исчезнуть. Единственное, единственное, что, ребят, ну, к нему надо что-то еще добавить. Один этот столик вести нерентабельно, то есть надо подыскать еще какой-либо металловом, ну, за этим дело, я думаю, не станет. Надо походить, посмотреть и что-либо подобрать. А теперь, теперь, ребята, серьезно, не знаю, как бы с чего начать, куда качнуть и как поразмыслить, но просто вот в голове такие мысли складываются. Много, ну, ребят, девчонок, не знаю, ну, в комментариях советуют какие-либо каналы, что можно посмотреть, подчеркнуть какие-то мысли, но просматривая эти каналы, то есть, ну, это долгий период времени, много каналов смотрел. Да, в принципе, вообще много каналов, когда я смотрю, ну, вообще, наверное, где-то как-то не укладывается в голове, почему это смотрят. То есть, там нет никакого монтажа, нет никакой несущей, что ли, мысли, сюжета, ну, это как, в принципе, и у меня, но смотрится не очень легко, в моем понимании. Я вообще от этого мира чужд и своя точка мировоззрения, наверное, что ли, отличная от других. То есть, вот то, что мне интересно и как бы я смотрел, я это делаю. Но исходя из того, что я выбился из колеи общественного мнения, то есть, то, что интересно мне, общей массе, ну, наверное, как большинству, неинтересно. И поэтому и получается такая фигня, что меня очень-очень мало смотрят, отчего тоскливо, печально, досадно, но, думаю, все равно тот контингент, который мыслит примерно в одном русле со мной, наверное, где-то присутствует. Самое главное, это просто найти этот контингент. Просто смотрю, там один канал смотрел и говорил, дядька, да, я всего час монтирую, и счастье, я в ужасе, и у него там 160-180 тысяч просмотров. Я сижу над монтажом 6-7 часов, 5 часов, ну, где-то в этом времени, в временном промежутке, то есть, полдня снимаю, полдня монтирую. Мой рабочий день в Ютубе, ну, порядка, наверное, 15 часов, и на выходе, ну, по сути, как бы пшик, обидно, досадно, ну, ладно. То есть, надо где-то произвести какое-то переосмысление, где-то что-то я делаю не так, не знаю, что, как, зачем. Наверное, надо просто делать то, как интересно мне, как нравится мне, невзирая на просмотры, лайки, комментарии, просто фигачить то, что, ну, в моем разумении, нормально кажется. Хотя, конечно, отсутствие таких массовых просмотров нагоняет некую тоску. Это такое некое откровение, это то, которые мысли у меня бурлят в голове, всплывают, как вареный пельмень, не находя ответа на вот эти все вопросы. Что делать, как делать, потому что те люди, которые восхищаются какими-либо каналами, показывая, ну, типа, как надо снимать, как надо показывать, как надо преподносить, я понимаю, что я это никогда бы не смотрел, я бы не смог это смотреть. Тяжело смотрится, тяжело преподносится, тяжело глотается, но люди это смотрят. Блин, я не знаю, что и как делать. Возможно, просто меня YouTube не возлюбил, как бы, и те люди, которые, ну, готовы были бы меня смотреть, они есть, в принципе, но им мой вот этот контент, ну, в принципе, просто не предлагается. Не знаю. Ну, и самый смотрибельный контент, это, конечно, трэш. Чтобы такой контент снимать, в принципе, все просто, надо, как бы, конкретно забухать и вот эти попойки снимать. Мат, ор, плеводина, я не знаю, ну, это совсем не мое, и на такой шаг я не пойду однозначно. Просто снимать буду, как, опять же, свою жизнь, то, как есть, никого не уча, не провоцируя, не подталкивая каким-либо действием, просто показывают, так это не так, каждый решает сам, но для меня в данной ситуации, которую вот я показываю, это был оптимальный вариант, оптимальный выход, оптимальное решение. И вот это решение, как бы, ну, которое я выполнил, сделал, показал, ну, это, в принципе, и есть наш канал. Не знаю, наверное, вот это размышление скучно для обывателя простого. Ну, мать его, так, выложу, посмотрите, ребят, возможно, что-то подскажете, дадите какую-то дружескую затрещину, чтобы мозги на ровное место мои стали, потому что куда-то и как-то мыслю я, наверное, неправильно. Я же говорю, просто то, что и как я делаю, не востребована широкой аудиторией. Наверное, я все, в принципе, просто делаю не так, не знаю. Ну, а если серьезно, ребят, это все фигня, конечно, это не самое главное. Все это проходящее, живем, сыты, крыша над головой есть, это определяющее. Остальное фигня, пускай, как бы, не каждый день утрировано там мясо, лобстеры, лобстеров нету, там, золота, серебра, бриллиантов, не в этом счастье. Главное, как человек себя чувствует, чтобы он осознавал себя счастливым, даже если у него там пол краюшки сухого, высохшего хлеба, сухарика. Но и такой человек может быть гораздо счастливее, чем тот, у кого там пачки доллара вложены в сейфе. Главное, осознание того, насколько ты счастлив и благоухающий. Я не знаю, ну, когда у тебя все хорошо, ну, в этот день, в это мгновение. Остальное это все, лен. Конечно, было бы еще лучше, если бы и эта стезя заполнилась в полной мере, но тут уж как есть. Не во всем мы можем... Не все мы можем устроить так, как хотелось бы. Ладно, ребятки. Мужики, мужики, еще раз вас всех с праздником. Ну и всем пока, добра и хорошего настроения. Извините за такое поганое видео. Просто вот эта тоска, печаль, которая нагнетает ввиду, ну, вот этого всего вышесказанного, она, ну, неким образом действует. Действует не лучшим образом, но мы это все выровняем, однозначно. Буду снимать все равно, как бы мало пусть. Меньше, реже может, но бросать эту стезю не буду. Я остаюсь с вами, ребят, и поэтому вы тоже меня не бросайте. Подтягивайте, смотрите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Как бы то ни было, мы банда, мы вас любим, скучаем и ждем каждого нового общения после выхода каждого видео. Пока, ребятки, вы лучшие, пока добра и хорошего настроения. Если не сложно, поделитесь этим и другими видео. Да, если не сложно. Пока, ребятки. Мы вас любим. Субтитры сделал DimaTorzok